Друзья, всем привет, всем хорошего настроения, добро пожаловать на мой канал. Я очень-очень рада вас всех приветствовать. И сегодня у меня для вас очередная болталочка. Посидим, поговорим. Я хочу ответить на вопросы тега, рассказать свое мнение. Тег, в общем, называется «распускать». Так, подождите секундочку. Уже забыла, как тег называется. «Распускать», «не распускать». Это для меня сейчас актуально. Тут очень много было дебатов по поводу моего платья лапша, которое я недавно расфигачила, распустила. Ну и, в общем, тег мне предложила Таня, Танюха Нит, канал. Предложила, я как-то спрашивала, какие-нибудь мне, может, болталочки подкиньте или что-нибудь для контента. И она предложила, говорит, зайди ко мне в плейлист с тегами и посмотри там что-нибудь. И вот, Тань, спасибо, я сейчас у тебя вот это вот все нахожу. Теги, на какие еще не отвечала. И отвечаю постепенно для вас, для всех. Так что, девочки, берем вязание, наливаем себе кружечку кофе, чая и погнали. Я буду вязать, буду вязать из своего распущенного платья лапши, то ли бомбер, то ли не знаю, что это будет. Может, оно и не очень широкое получится. Если не широкое, значит, не бомбер, но будет какая-то кофта. Точно знаю, что кофта будет на замке. Вот. И давайте будем отвечать на вопросы. Вопрос первый. Стаж вашего вязания меньше года, от года до пяти, от пяти и более. Ну, от пяти и более лет. Я вяжу с детства, в пять лет. Я уже много где-то рассказывала, но вдруг меня смотрят новенькие, поэтому повторюсь еще раз. Если вы все-таки новенькая, обязательно подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Потому что будет всего много полезного и интересного впереди. Вот, кстати, на эту кофточку тоже будет мастер-класс. Так. С пяти лет я вяжу на крючке, крючком, вернее. Мама меня научила в пять лет вязать, и в семь лет бабушка научила вязать спицами. Спицы я люблю намного больше, чем крючок. Крючок недолюбливаю, скажу прямо. Вопрос второй. Какими инструментами пользуетесь при вязании? Спицы, крючок, машина. Спицы, крючок. Ну, крючок, конечно, я в любом случае использую, потому что где-то и кончики прячу крючком, не только иголочкой. Ну, в основном вяжу, конечно, всегда спицами. Если, конечно, уж очень припрет, то и крючком что-то свяжу. Крючком я вяжу, потому что неплохо, я считаю. Вот, а машина, нет, на машине я никогда в жизни не вязала, навязали. Но я, девчонки, мечтаю о машинке, и мечтаю научиться вязать на машинке. Ну, может, когда-нибудь я это дело освою. Хотя очень многих девочек смотрела, слушала, и вот говорят, что у многих, ну, те, у кого есть машины, в основном все говорят, что кайфа такого вот не испытывают, как вязание, именно руками, да, что машинка это уже не то, вот этот не тот процесс, тут ты каждую петельку сама провяжешь, все просчитаешь, а там уже машина шпандорит, поэтому, ну, для девчонок не то. Но я же пока не попробую, я все равно этого тоже не пойму, поэтому у меня есть такая цель, что когда-то со временем у меня будет вязальная машинка, и я испытаю ее в деле, вот, и себя испытаю на прочность, как говорится. Вопрос третий. Вяжете для себя и близких или на заказ? На заказ я уже давно не вяжу, хотя вязала, я вязала достаточно много на заказ. Сейчас не вяжу для себя и близких, да, в основном вяжу. От заказов уже отошла. Вопрос следующий. Вяжете по схеме или по описанию? По схеме. Так, ну, по описанию я вязала, я рассказывала тоже, я вязала некоторые вещи по описанию Ксении Маликовой, по каким-то другим мастер-классам девочек я много что вязала. По схеме, вот, по схеме изделий каких-то, не знаю, по схеме каких-то изделий, или схемы узора, да, по узорам вяжу. Схема изделия, если... Нет, такого я вот ни разу не пробовала, хотя вот когда я сама вяжу, если мастер-класс составляю, то там, да, я для себя там какие-то схемки, какие-то формулки вырисовываю именно лично для себя, чтобы не облажаться в мастер-классе. Вопрос пятый. Вяжете ли вы образцы или нет, или нужны ли они? Так, ну вот, девчонки, здесь у меня немножечко мнения разные. Допустим, если я вяжу вещь просто для себя, я могу и не связать образец. Вот, допустим, вот здесь, вот в этом изделии я вяжу английской резинкой, я образец вообще не вязала. Я просто наугад набрала петли на глаз и просто стала вязать. Все. Но, опять же, если я снимаю мастер-класс, даже если изделие для себя вяжу или для кого-то своих, и снимаю мастер-класс, я снимаю мерки, я вяжу из образец, я все это стираю, я делаю все как положено, потому что я снимаю мастер-класс. То есть у меня здесь уже идет ответственность перед вами. И вот в этом деле, да, я обязательно вяжу и образцы, и считаю, что нужно так делать. А вот если не для себя, вот сейчас вот просто вот это изделие, это будет экспресс-мастер-класс. Я здесь не буду никаких расчетов, ничего не буду показывать. Расскажу принцип сам, ну и покажу уже сложные детали, просто как вывязать скос плеча, как сделать укороченными рядами горловину потом, чтобы ложную киклевку сделать, и все в этом роде. Но тут уже как таковых расчетов не будет. То есть я вас не буду учить, как делать расчеты. Просто буду, буду, расскажу, вот как я это дело вязала. Там уже получается сам принцип просто, чтобы вы знали. Вот, в принципе, здесь ничего сложного нет. Вот. Ну а если такое, что с подробными расчетами, то вот сейчас у меня, допустим, вяжется регланом сверху джемперочек, там, конечно, да, и мастер-класс снимаю, мастер-класс по петельной снимаю. Естественно, там у меня и образец отвязанный, достаточно большой образец, чтобы высчитать 10 на 10 сантиметров квадратик, да, сколько рядов и сколько петель 10 на 10 сантиметров. Вот. Так что здесь я вот и не скажу, что они не нужны, и не скажу, что нужны, да. Вот уже зависит от того, как вот нужно. Ну, если прям, что прям по фигуре сидело, что прям вот как нужно вам было, я думаю, что все-таки нужны и образцы, и нужно мерки снимать. Потому что огромное изделие уже распускать будет все равно, да. Для кого-то это и психологически даже сложно. Так. Вопрос шестой. Когда узор запоминаете, сверяете его со схемой или проверяете визуально по-связанному? Проверяю визуально по-связанному. Обычно я никогда схему не сверяю. Пару раз узор провязала и запомнила. Все, что проверять-то? И так вот на глаз уже видно будет, если где-то что-то накосячила, напортачила. Поэтому, да, сверяю уже визуально. Если заметили ошибку, долго раздумываете распускать, не распускать? Ага, ошибку где-то... Нет, недолго. Хотя раньше вот у меня было, да, я там думала вдруг что-то исправится, еще могу что-то вот это, знаете, подвязать. Сколько-то, может, не замечу. Что... Ну, в результате все равно же приходилось распускать. Поэтому сейчас нет. Заметила ошибку, фигачу, сразу распускаю, чтобы потом мне не думалось. Я буду думать, даже если вот можно же в эти изделия целиком связать. У меня такие случаи бывали. Свяжу целиком изделие, немножко в нем похожу где-то, но я знаю, что у меня там где-то косяк. Хотя, по идее, это может никто и не видит этого косяка, но меня вот это бесить начинает. Все, я все равно это изделие распускала. И вот бывали у меня такие случаи, поэтому сейчас лучше сразу распускаю и в процессе все переделываю. Вопрос восьмой. Если заметили ошибку в узоре в предыдущем ряду или на 2-3 ряда ниже, как вы поступаете? Распустите эти ряды или только столбики над ошибкой, вязание спицами, вязание на машине? Так, вот тут уже, девчонки, смотрите тоже. Можно столбики распустить, а возможно где-то нужно и несколько рядов вот эти будет распустить. Тут уже, заметь, нужно будет смотреть по тому, что вы вяжете. Если, допустим, просто изнаночные лицевые петли или те же жгуты переплеты, если не сильные раны, конечно, то можно будет и несколько столбиков распустить. Но если, допустим, ажур, и там есть накиды, то для меня вот распустить несколько столбиков это будет нереально. Я просто буду распускать полностью вот эти несколько рядов. И еще, если один рядок у меня там, допустим, я дораспустила до того ряда, до того места, где в ряду накиды, и вот вроде бы как нужно уже все это собирать, я распущу еще ряд там, где у меня не будет накидов, чтобы я спокойно все эти петли подняла. Вот. Если сильные раны такие, заковыристые, тоже буду распускать несколько рядов, потому что, ну вот, просто нескольких столбиков я не смогу вот это вот поднять и разобрать. А если вот не сильно много лицевые, изнаночные петли, и там просто косичка какая-нибудь, жгутик переплетенный, то, конечно, можно просто несколько столбиков подраспустить и все. Это не проблема. Тут уже, наверное, зависит больше от опыта вязальщиц. Наверняка кто-то и просто вот эти вот столбиков несколько, где она протачена, подраспускают и все. Я так совсем вот так вот глобально пока еще не могу. Вот так. Вопрос девятый. Если заметили ошибку очень пусто, распустите все ряды или оставите все как есть? Так, ну вот где, как я уже в предыдущем там где-то вопросе и говорила, что сейчас, если даже слишком поздно заметила, распущу прям сразу, потому что в любом случае, даже если я довяжу изделие до конца, я буду знать, что есть косяк, и я все равно рано или поздно буду распускать тогда все. Лучше уж заранее. Поэтому, да, заметила, сразу буду распускать и доводить дело до конца. Я, девчонки, перфекционист, поэтому сейчас, по крайней мере, стала, да, вот действительно перфекционистом, поэтому, да, буду доводить до ума. И желательно сразу, чтобы, если заметила еще в процессе, то желательно, конечно, сразу, чтобы изделие было идеальным, вот на мой взгляд, чтобы я себя не корила потом, чтобы, на мой взгляд, изделие было идеальным изначально, сразу. Так, вопрос, ага, так, подождите, вопрос десятый, если вязанное полотно или его часть оказалась не того размера, как вы, как вы поступаете, распускаете, надвязываете или ушиваете, когда готово. Так, ну, ушить, вот этого я не знаю, наверное, ушивать я точно не буду. Распустить, да, могу, если вот, если выбор есть, распускать или ушивать, тогда точно распускать. Распускаете или надвязываете, если тоже, как так вопрос поставить, если нужно будет надвязать, маловато что-то будет, то, да, надвяжу, если, допустим, в длину, то, конечно, можно подраспустить, подвязать, да, а если в ширину, ну, в ширину, тут тоже по-любому нужно распускать целиком все, ну, а если длинновато, то просто отрезать или подраспустить тоже в общем но если ушивать, то точно нет а если в ширину то как тут надвяжешь это шпароцю, а нет конечно распускать тоже сразу вопрос одиннадцатый часто ли приходится распускать или исправлять ошибки так, ну сейчас нет, особо не часто но вот девчонки, знаете, у меня бывает в мастер-классе знаете, я порой распускаю и переснимаю вот то, что вот в мастер-класс когда я снимаю, я распускаю не потому, что я неправильно что-то там связала, а на то, что я неправильно что-то там наболтала и то есть мне это нужно переснять я не хочу вот это вот убирать звук, вставлять нарезку там с голосом своим, да, озвучиванием нет, мне нужно, чтобы прям по ходу я вяжу и тут же это все говорю, чтобы было сказано правильно вот это я могу ради этого случая могу распустить ну и конечно бывает, что и на портачу, и это тоже но не часто, девчонки, нет а чаще сейчас наверное, да, все-таки в мастер-классах где-то и невнимательность где-то и наговорю какой-нибудь фигни то распускаю вот вопрос двенадцатый какие чувства испытываете, когда приходится распускать большую часть связанного или целиком только что связанную вещь ну, наверное, не знаю как чувства я какие испытываю мне, наверное, просто больше жалко своего утерянного времени но опять же, в то же время это дает ну, как мне опыт какой-то дается с этим вязанием то есть я чему-то научилась и впредь буду знать что вот так делать не надо быть более внимательной если вдруг что-то поэтому, ну, как особой обиды нету хотя раньше о-о-о, знаете, как я готовилась чтобы мне что-то распустить о-о-о, это мне нужно было так психологически подготовиться сейчас уже нет наверное, вот последний вообще такой более толчок был который меня закалил это вот, когда я платье распустила так я это платье ждала так я его вязала так я его холила лелеяла и в результате я его носить не могу но понимаю и вот просто собралась и взяла, распластала и все и как бы и сейчас уже спокойно к этому отношусь нет чего-то такого что вот прям обида какая-то вопрос тринадцатый приобретается ли опыт от распускания ну, вот как я уже и сказала конечно конечно приобретается любой жизненной ситуации мы приобретаем какой-то опыт так что, конечно и от распускания что-то приобретаем где-то ведь мы испорền распускаем допустим и какую-то технику когда делаем и делаем эту технику что-то у нас не получается мы распускаем перевязываем конечно это же опыт у нас приобретается по-любому опыт так вопрос 12 ой 14 что делаете с пряжи после распускания вяжите без выпрямления или выпрямляете и и так ну вот вот это вот распусканная пряжа вот она у меня немножко так волниться я ее не выпрямляла прям сразу начала вязать и все а вообще да бывает что я и пряжу выпрямляю я беру просто кастрюлю с водой я ее кипячу и вот над этим кипятком над паром вот так вот прям ниточку прогоняю гоня и вот так подержу и прогоняю и она выпрямляется некоторые еще утюгом гладят я в чугу еще ни разу не глади а над паром да немного выпрямляла потом сразу клубочек сматываешь ее когда она пропрямляется и все и она там уже ровненько остановится а вот эту вот это у меня вита бриллиант и кстати ей не нужно чтобы ее выпрямлять она прям нормально ложится не знаю хотя у меня она сейчас она еще у меня не такая волнистая и и когда распустила она вообще там трудно тут его лишечками такими было потому что номер спица троечка был мелкий да то есть там вообще мелкая химия было вот а сейчас так ничего и принципе незаметно вопрос 15 ваши способы выпрямления пряжи а ну вот я уже сказала да я вот над паром над кастрюлькой делаю вопрос 16 и как вы считаете связанная вещь должна быть безупречной или может не заметят да я считаю что связанная вещь должна быть безупречной по крайней мере для меня лично не знаю может кому-то покажется что-то и не безупречно но мне лично чтобы вот прям вот я как вижу чтобы у меня было за мой взгляд чтобы все было с точностью до миллиметра как говорится но я же говорю что я перфекционист да и у каждого свой перфекционизм поэтому кому-то ведь я не скажу что прям все мои визделия нравятся кому-то и кто-то что-то и не так скажет вот и вот это бы вот может и по-другому бы было может кто-то скажет а я вот вижу вот так и я делаю вот прям так чтоб мне она прям заходила поэтому да для мы для меня лично для моего взгляда для моего мнения изделие должно быть идеально даже где-то там одна петелечка провязанная допустим за заднюю стенку а должна быть за переднюю это должно быть изменено то есть это должно не должно быть такого вот вопрос 17 чтобы меньше распускать какие вы соблюдаете свои правила я девчонки стараюсь все прописывать у меня тетрадка такая 96 листов толстая заведена я вот стараюсь буквально каждый ряд прописывать то есть вот допустим вот это изделие я ничего не прописываю вот сейчас я просто вижу и все но когда я дойду до подмышечной впадины и тут я буду разделение делать я буду прописывать каждый ряд я буду прописывать каждую петелечку то есть я сначала все это подготовлю просчитаю сколько петель там нужно будет на горловине у меня тут в общем все это будет прописано прошу прощения девочки я стараюсь все полностью прописать также вот я сейчас снимаю вот на желтый джемпер мастер-класс регланом сверху меня тоже все прописано то есть тут я уже показала прям как на камеру как я все записываю у меня допустим регланные прибавки на рукавах так на переди спинки немного по-другому не все совпадает и то есть где-то допустим на рукавах не нужно делать прибавки то на переди спинки там некоторых рядах мне нужно делать прибавки и у меня вот этот каждый рядочек прописан с прибавками без прибавок то есть на рукавах на спинке по отдельно две колоночки расчертила вот это у меня обязательно я всегда стараюсь все это прописывать где-то что-то возможно даже нарисовать лично для себя чтобы и самой не запутаться и вот даже вот рядочки вот эти да я не счетчиком рядов сейчас пользуюсь раньше тоже пользовалась счетчиком рядов но вот тоже умудрялась и забыть нажать и в общем все сейчас я просто вычеркиваю в листочке эти ряды то есть каждый рядочек у меня прописан вот я вот так вот делаю все делают по-разному я вот так я лучше потрачу время все это пропишу я нарисую я какие-то расчеты если делаю там методом тыка если что-то чтобы меня все было правильно я просто каждый рядочек вот пропишу методом тыкала несколько раз все перерисую но добьюсь нужного результата и вот потом дальше продолжаю вязать вот такие вот у меня правила свои есть и вопрос 18 последний какие ваши пожелания всем кто вяжет ну конечно же ровных петелек всех всем девочки терпения и главное девчонки не бойтесь распускать потому что вот это одна неправильно провязанная петелечка я думаю каждую без исключения вязальщицу будет царапать где-то там внутри и тебе напоминать что ну там тоже все равно вот это вот нужно было за переднюю стенку провязать а ты провязала за заднюю вот девчонки так что не бойтесь распускать доводите свои изделия до идеала но всех кого я знаю кто вяжет из девочек все все вяжут идеально и я думаю что все вяжут идеально только потому что наверняка по распускали уже немало так вот начинающим девочкам хочу тоже сказать кто только начинает вязать не бойтесь девчонки распускание никогда не жалейте этого распускания это опыт это действительно опыт и все вот из нас кто сейчас мы вяжем вяжем много вяжем хорошо вяжем классные плечевые изделия там что-то мы все в свое время пораспускали и со слезами на глазах распускали всяко бывало но зато опыта набрались и сейчас вот вас чему-то обучаю так что вот так вот вот такие мои пожелания но у меня девчонки на этом все вопросы закончились всем огромное спасибо за просмотр за прослушивание всем до скорых встреч ставьте лайки если понравились не забывайте пишите комментарии как вы что распускаете как ваши ощущения после этих распуска будет очень-очень мне конечно интересно почитать ну и всем до скорых встреч пока пока